Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары рассказывает в своем телеграм-канале о такой возможности познакомиться с ребенком перед усыновлением, как гостевой режим. Гостевая семья, как правило, принимает ребенка на небольшой срок. От одного-двух дней до одного месяца. Обычно это выходные или каникулы. Длительность периода конкретные сроки определяются организацией, где находится ребенок. Если есть брат или сестра, то дети передаются вместе, за исключением случаев, когда по медицинским показаниям или по желанию самих детей это невозможно. Мнения и пожелания ребенка, в том числе периоды и сроки пребывания в гостевой семье, тоже всегда учитываются, а с 10 лет его согласие обязательно. Для оформления гостевого устройства необходимо положительное заключение органа опеки. В Самарской области проживает более 33 тысяч многодетных семей, и в этом году им предоставляется 38 мер социальной поддержки. В том числе в рамках национального проекта «Демография». Одна из мер поддержки – 100 тысяч рублей при рождении или усыновлении третьего или последующих детей. Для того, чтобы оформить данную выплату, нужно обращаться в Управление социальной защиты населения по месту жительства, напоминает подписчикам телеграм-канал Красноклинского района. Народов много, страна одна. Под таким лозунгом состоится 9-я всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Он пройдет с 1 по 8 ноября. Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Акция состоится в онлайн-формате. Подробнее об участии можно узнать в телеграм-канале Ленинского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова